Великий Курас Великий Курлтай. Именно такое словосочетание пользуется популярностью в Монголии, ведь это обозначение монгольского парламента. Чтобы привлечь ваше внимание, я вынужден говорить маразматические мысли. Сегодня бред новогодняя программа. Вы посмотрите, я перейду на стихи с вашего позвонка. Вот почему многие охранники стоят в костюмах снежинок сейчас. Ведь все же готовятся к Новому году, к встрече нового 2009 года. Ну что, друзья, с Новым годом, Россия! Ура! После этого новогоднего номера лента четырех... Синхронная лента четырех. Мы хотели бы перейти к новостям, потому что Новый год Новым годом, а газеты еще никто не отменял. В столице установили главную елку страны. Вот яркая фотография. Водители машут руками парковщиком. Здесь елка, по всей видимости. Откуда привезли новую елку-то главную? Саша, из леса! Нет, из леса! Взяли елку, привезли из Питера, потому что все главное в нашей стране приезжает оттуда. В Киеве тоже есть главная елка, наверняка. В Киеве есть такая елка. И в Киеве... Только она без подогрева сейчас работает, я так понимаю. Так вот, я неспроста заговорил о киевской елке. Да мы знаем это, да? А там, кроме того, что есть елка главная, так же, как у нас, там с коррупцией тоже борются. Но с коррупцией там борются по-своему, особенно мэр столицы. Леонид Черновецкий предложил свою версию борьбы с коррупцией. Какая же она? Он считает, что теперь жителям придется платить деньги за приемы чиновников. Официально. Он даже предложил расценки. За встречу с самим Черновецким 100 тысяч долларов. Ну, это резонно. Это сколько часов, во-первых? Но больше часа все равно никто не выдерживает терпение. А если продлить кто-нибудь захочет? Легко. Так вот, за встречу с ним 100 тысяч долларов. А ужин с Леонидом Черновецким 800 тысяч долларов. А ролевые игры... Легко. Легко. За последний обед мне заплатят, уже заплатили, 800 тысяч долларов. Вы знаете, я знаю человека, который был на этом обеде. Серега, я тебе честно скажу, я был на том обеде, оно того стоит. Да, и более того, мэр города Киева Леонид Черновецкий решил, почему все это должно быть бесплатно. Почему каждый раз, когда он приходит на работу, выстраивается очередь, и стоят люди, выходят из кабинета и говорят, ну это конечно. Заходи. Да, я в этом хаосе, в этом потоке узурпированных... Прости, пожалуйста, а часто ребята, бизнесмены украинские, сидят в ресторанах и говорят, ну что, домой, а может Черновецкого? Черновецкого? Давайте. От Украины перейдем к моей любимой Грузии. Я сейчас прочитаю. Михаил Саакашвили отправил министра обороны Давида Кезерашвили в отставку, и на его место назначил Васила Сихарулидзе, психиатра по специальности, министром обороны Грузии. То есть данный министр... Министр обороны психиатр? Да, Вась... Ребята, а там налаживаются дела-то, да? Нет, 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 нет. Я думаю, доктор зашел в палату, а он ему говорит, ты будешь министром обороны. Он говорит, не волнуйтесь только, не волнуйтесь, отпустите занавеску, пожалуйста. Ну, к примеру. Хочется пожелать в этот предновогодний вечер и народу Грузии, и народу России, и народу Украины, и всем народам бывших республик постсоветского пространства тщательнее выбирать людей, которые будут в следующем году и в последующие годы появляться в новостях. С наступающим Новым годом. Дай Бог, чтобы в Новом году мы жили в мире и в гармонии. Иван, Сережа, Саша, Украина, Белоруссия, да. Смотрите. Добрый вечер. Роман Андреевич как? Ура! Роман Андреевич, здравствуйте сейчас. Не успели мы заговорить. Здравствуйте, Роман Андреевич. Какие гости у нас, а? Роман Андреевич, поздоровайся. Вечер... А вас посадят. Вечер встречи трех поколений. Да, вы, Саша и мы, да. Да, ну я... Я бы распределил в другом порядке. Саша, Роман Андреевич и ваши покорные слуги. Ими за Зой. Я давно занимаюсь этим, вы только начали. А я уже давно занимаюсь. Раскопками? Нет, шутками. Шутками. Роман Андреевич, мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Спасибо. Вы готовы к тому, что уже через несколько дней настанет новый 2009 год? Да. Я готов. Я уже заказал две ноги, копыта на холодец и фаршировал ее рыбу. Некоторые просто такой же костюм носят. Копыта, три-другие. Да, да, да. Роман Андреевич, вот эти бесконечные выходные, которые нам подарило правительство после Нового Года. Девять долгих дней. Десять. Уже десять? Мне десять. У Романа Андреевича десять. У нас с Романом Андреевичем это тоже выходной. Десять. Я понял, Иван. Я думаю, что правительство сделало потрясающую вещь. Тем более, что сейчас вообще надо отдыхать. Чем больше, тем лучше. Ну, в связи с обстановкой. С кризисом? Мировым. Ну, может быть. СМЕХ Роман Андреевич, а вот члены коммунистической партии... Да. Они всегда так голосовали. Да. Так вот, члены коммунистической партии предлагают 3, 4 и 5 января перенести на майские праздники. А третьего уже, как говорится... У Брайла в мае надо копать. СМЕХ Чтобы к ноябрю вырыть. СМЕХ Это логика коммунистов, понятно. СМЕХ Что зимой накопаешь? СМЕХ Ну как? Накопали же? СМЕХ СМЕХ Мы сейчас говорили об Украине. Мы очень любим Украину. Но Одесса занимает на территории этой прекрасной страны особое место. Вы как одессит. Как Одесса переживает вот это все? Украина не начипает. Это моя родина. Я ее очень люблю. И, конечно, я в этом году был очень много. Много раз был в Одессе. Я прилетел в Одессу. Меня никто не встретил. И стоят таксисты. Узнали. Давай я тебя сейчас за полцены довезу. Я говорю, не надо, сейчас приедут. Второй бы нашел. Я тебе за четверть цены. Я говорю, не надо сейчас приедут. Демпингуют Одессу. Один взял меня в охапку. Отнес в сторону. Говорит, я тебя везу бесплатно. Только ты будешь меня слушать. СМЕХ И вы поехали за полцены, да? Слушать Одессу. Ну? Он повез меня в роддом. Показать, где он родился. СМЕХ А потом он повез меня, значит, показал, где он в школу пошел. Потом, где он развел. Он меня возил полтора часа. Потом устал и подвез меня в гостинице. Я усталый. СМЕХ Ну, ты усталый. Я говорю, да. Давай я завтра еще подъеду поговорю. СМЕХ Я говорю, не надо. Не надо. Он так грустно сидит. И вдруг он сказал гениальную вещь. Это можно услышать только в Одессе. Мой брат уехал в Америку лет 30 тому назад. Родной брат. Он там живет вот так. Я здесь эти 30 лет, я живу вот так. Так из такого кусочка я должен уезжать. СМЕХ Из Одессы, из солнечного города, у моря перенесемся в Париж. Вот смотрите. Во Франции более 20 натурщиков разделись догола прямо на улице в знак протеста против низкой оплаты их труда. Представляете? Забастовщики считают 10 евро в час неадекватной платой за их работу. Нет, за эти деньги я не разденусь. А если 20-ку? А за какие? Роман Андреевич, вы когда-нибудь устраивали забастовки в своей жизни? Да. Да. Судя по вашему лицу, прямо сейчас это началось. Пару раз было. Опять же, было в Одессе. В Одессе мы с Витей Ильченко, моим другом, играли премьеру в русском театре. Я привел папу и маму. И администратор, знаменитый Козак, который говорил знаменитую фразу «Что вы воруете с убытков, воруете с прибылей». СМЕХ Не посадил мою маму и папу. Я не говоря Вите ни слова. И ему. Оделся и ушел. Просто ушел. Это была моя первая забастовка. А чем закончилась забастовка? А закончилась, он извинился, на следующий день он маму посадил с утра. СМЕХ Роман Андреевич, если есть возможность прямо сейчас что-то сказать нашим зрителям, конечно, они будут счастливы услышать от вас пожелания. И в России, и в Украине зрителям. Да. Ой, в Украине особенно. Это моя родина. Я очень люблю, и я хотел бы пожелать особенно Украине. Не дай бог, я очень люблю ее. С юга, востока, запад и север. То, что сейчас там происходит, это очень огорчительно. Я хочу пожелать, особенно ребятам в Украине, пожелать успокоиться, заниматься своим делом и плюнуть на тех, на кого надо плюнуть. Роман Шарцев! Надо проводить Роман Андреевич. Проходите к нашему бару. Пока, ребят. Да, спасибо. Вы нас ждите там. Спасибо, Майсор. Подтянемся. Да, Андрей, спасибо. Я хочу сказать, что в предновогодние вечера вообще хорошо бы сбывать чьи-нибудь мечты. Я знаю, что вот Сережа редко участвует. Сбывать краденые. Да, сбывать краденые мечты. Сережа на самом деле мечтает когда-нибудь спеть. Давайте поможем ему осуществить мечту. Сегодня новогодняя мечта. Сережа Светлакова сбудется. Песня. Присаживайтесь, Роман Андреевич. Роман Андреевич, присаживайтесь. Сейчас Сережа будет петь. Я просто хотел немножко предисловия сказать, что... Это убаюкивает. Что я, да. Конечно. Дамы и господа. Роман Андреевич. Поет Сергей Светлаков. Встречайте. Давайте меня поддержим. Это был удивительный год. Дело в том, что... Все, что я загадал, о чем я думал, в этом году сбылось. Я вот подумал, почему наши футболисты и хоккеисты не могут уже сколько лет выиграть? И тут, на! 2008 год и... Бронза у футболистов, у хоккеистов золото. Думаю, здорово, чудеса сбываются. Я думаю, почему в 2008 году не могут придумать какую-то гигантскую трубу хреновую? Дорогостоящую. И чтобы она сломалась. Включая телевизор, а там коллайд. Я думаю, ну, неужели вот каждый год на Евровидении ездят какие-то дебилы, уроды и выигрывают? Неужели от нашей страны нельзя послать какого-то дебила и урода с плохой песней, без голоса, чтобы он выиграл? И вот в этом году, в 2008, слава богу, моя мечта не сбылась. И поехал нормальный парень с нормальной песней, но выиграл. Я ехал в поезде. Вышел на полустарочке. Где-то там, под Тюменью. И смотрю, девчонка, молодая, красивая, продает беляши. Я купил, купил один беляш, смотрю, а девчонка, ну, настолько красивая, мне стало за нее так обидно. Я говорю, ну, 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 как же ты такая красивая и беляшами торгуешь? Включая телевизор, а она выиграла мисс мира. Девчонка красивая, честно говоря, беляши так себе. Сосед, весь год, весь год у меня сосед своей дрелью просто задрал меня. С утра до вечера эта дрель у него. Я подумал, ну, чтоб ты, чтоб этот сосед себе эту дрель засунул. С утра просыпаюсь, а дрель стала чуть глуше. Все-таки мечты сбываются. Но самое обидное, чтоб сбылись почти все мои мечты. Не сбылась только одна, одна маленькая мечта. Вот, если бы осталось мало времени до Нового Года, если бы она сбылась, то тогда я был бы действительно счастлив. Угадала? Почти. Будьте вы всегда и всюду счастливы. Целый год безбетный запон. Дамы и господа, у нас в гости несравненная Жанна Фриске. Давайте поаплодируем. Давайте пригласим всех за наш застол. Ну, Сергей, ну ты загадал, конечно. Но ты, я тебе, думаю, обзавидовались все люди по всей стране. И не только в нашей. В нашей, я имею ввиду, Армению. Там вообще сознание потеряли. Если бы такие желания сбывались. Жанна, мы вас приветствуем. Очень радостно, что наконец-то красивый человек сидит за этим столом. А то все время Ваня, да Ваня, я поворачиваюсь. Иван. А я ведь красив, Галя. Просто у тебя плохое зрение. А вы вчетвером, я все время на вас смотрю, вы вчетвером очень гармонично смотритесь. А ты сегодня знал, да, про эту рубашечку? Мне сегодня еще нет. Что у меня будет эта платья. Кстати, можно я тебе задам вопрос? У нас рубашка из одной занавески, вы понимаете? Рубашка и платье. Жанна, Жанна, подожди, нам же на эфир. Давай, рви, рви, давай. Это тебе на платье, это мне на рубашку. Погнали, все. У человека две недели назад родилась дочь. Что еще добавить к этому? Нечего. Что мне мешает завести сына, скажи? Сережа, вот удивительно сделать. Сережа, как бы, в знак своего такого замечательного отношения к Жанне, и дочь назвал соответствующим образом Настя. Настя. Ванька, пожалуйста. А Гарик назвал жену Жанна. Да. В честь Жанны. В честь моей дочки. Да. В честь моей дочки. Я совсем запуталась. А Саша, чтобы не путаться, дочку назвал Саша и жену Саши. Саши! Есть! Жанна, мы бы хотели обсудить с тобой... Тут такая скандальная новость. Пусть прочитает Жанну, ей будет смешно первой. В первую очередь. Борис Моисеев выступит на Евровидении. Вот, прекрасно. От? От Белоруссии. От Белоруссии. Александр Лукашенко лично предложил Борису Моисееву защищать честь Белоруссии на конкурсе Евровидения 2009. Честь моя, моя лишь честь. Жанна, это мы не случайно об этом заговорили. Я предлагаю тебе... Жанна, а почему бы тебе не выступить на Евровидении от Армении? Вот смотрите, сколько... Подожди, подожди, Вань, тут серьезные вопросы решать. От Армении? Во-первых, это будет первый случай, когда все страны дадут 12 Армении. Хотят или не хотят этого. Жанна, почему Моисеев может выступить от Белоруссии, а ты не можешь выступить... Я же не сказала, что я не могу. Если не будет коньков, то я что-нибудь придумаю. А, в коньках. О, пожалуйста, вот смотрите, раз газета, и Жанна опять... Жанна Фриске не пригласила на свадьбу Аню Семенович. И видно, что Жанна стоит в свадебном платье, а Аня не готовая, абсолютно разобранная. Что за подружка невесты? Разобранная. Ей еще букет назад кидать, ну... Жанна, а можно уточнить? Я все по-прежнему выхожу замуж. А на чью свадьбу ты не пригласила Анну Семенович? На чью-то я не знаю. Ну, говорят, на твою. На мою свадьбу. На очередную. Откуда родился этот слог? Так у меня как какой-то проект, так я сразу выхожу замуж. В прошлом году я выходила замуж за Дмитрия Нагиева. В этом году я выхожу за Виталия Нойкова. А на Евровидение, если я поеду, то мне еще за кого-то придется выходить замуж. А там ведь ни Нагиева, ни Нойкова. Можешь за Бориса Моисеева. Если выйти за Бориса Моисеева, что там, господи, готовь и все. В общем, все решили мы, да? Жанна, мы все вопросы... Что мы делаем в следующем году? Самое главное, в этом году у Жанны не было свадьбы. И не будет. Семенович не успеет. Не будет. Как, стоп, секунду. Сбываются мечты. Миллион россиян. Жанна, еще не поздно. И не должно было быть. Еще четыре дня до Нового года. Подумай. Если что, шафер есть, свадебный генерал есть, жених есть, водитель есть. А еще Бент, который выступит на свадьбе. А, ты имеешь в виду нас. Конечно. Жанна, мы в любом качестве. Я понимаю, что это очень дорого. Нет. Не так дорого, если бы мы вели, Жанна. Жанна, все мужчины сейчас прилинули к голубым экранам. Кто чем? Многие же... Жизнь... Здравствуйте, Россия. Жанна, обращайтесь с новогодним обращением. Уходящий год был годом семьи, кто-то заметил. Да, я напомнил всем. У нас у всех родились дети, у меня четыре года назад, но у ребят в этом... Это действительно... Я хотела об этом сказать. Да. Что, вот, например, я знаю, что Сережа и Саша, они вняли... И Ваня, и Ваня, и Ваня тоже. Ну, я тоже внял. Но я... Без этого дети не рождаются. Я вам как врач сказал. Надо внять, 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 пока они родятся. Пока они получатся. Что-то внявное. Да, да, да. Я хочу пожелать, чтобы мужчины женились, женщины выходили замуж, рождались маленькие дети, и я думаю, что от этого мы становились счастливее. Вот, браво! Браво! Жанна, позвольте вас в сопровождении Сергея, раз он уже взялся, пусть он и проводится к фуршетному столу, где вас ждет... Роман! Да, где вас ждет Роман. Да! Проводите меня с музыкой. Давайте. Я не буду петь. Пойдем, Санна, Жанна. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Я покажу тебе новый дню. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Жанну ждет Роман, а Сергей Картин. Ну а мы продолжаем поздравлять с наступающим Новым Годом всех жителей нашей страны и делаем это по-прежнему... Вань, когда ты сказал жителей всей страны, у меня такое ощущение, что у меня то ли слуховые аберрации, то ли зрительные галлюцинации. Несмотря на количество непонятных вам латинских слов, ребят, я действительно еще раз повернусь и взгляну латерально. Сейчас армянина найдет такую. Свой, своего вид издалека, да. Это он, Мишка! Это знака... Миша, это же ты, привет! Привет, Гарри! С наступающим! Михаил Голустян, эй! Мишка, давай! Ара-брат! С наступающим, Миша! Сереж, познакомься с Мишей, вы вдвоем в программе снимаетесь. А это ты вот, да? Да, это... Все время мне на стройке, Миша. Мишка, Новый Год! Да? С каким настроением ты уходишь от крысы и входишь в быка? И ушел. СМЕХ Ну, мне, наверное, как южному человеку таким, с каким-то с мандариновым настроением надо уходить. Тебе, как жителю Сочи, именно с таким настроением и надо входить туда. Надо приезжать в Москву с таким настроением. Многие приезжают не только с настроением, но и с мандаринами. Ну... Оранжевое настроение, е-е-е-е-е. Я не знаю, год быка, что? Что ты ждешь от быка? Что ты ждешь от его копыт? Что нравится быку там? Что? Трава и телки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Удивительная способность Миши говорить, мыслить вслух. Сейчас он будет говорить, я смотрю в газету. СМЕХ А я делаю в руках бумагу. И закончу эту мыслью, я борода. СМЕХ Китайский пастух при управлении стадом овец использует большую фотографию волка. СМЕХ А каким образом это происходит? Ну, видимо, он берет фотографии и говорит, давай домой, быстро. Давай, вот так, давай, быстро. А ты сюда иди. Ты сюда иди. Ребят, и вот так. Вот так вот домой. Саша, я вижу немой вопрос в глазах у Саши Цикала, а это эффективный метод вообще? Ну, вообще, да, эффективный метод. Я еще помню, я помню в школе еще, в школе директор школы нашей, он вот фотографии помыл Андерсон, загонял нас на урок труда. СМЕХ Именно этим же методом мы загоняем Сашу Цикала в этот ангар. Я отвечу за Сашу и делаю это не в первый раз, и с удовольствием. СМЕХ СМЕХ Сорок лет исполняется компьютерной мышке. Посмотрим, друзья, как выглядела первая компьютерная мышка. Она была сделана из дерева, как и первый компьютер. СМЕХ Нет, на самом деле, я думаю, что первая мышка, она была еще до того, как изобрели компьютер. Конечно. Так и было, конечно. Так и было. За 300 лет. Многие вещи предвосхищают, как бы, события и идут вперед, как бы. Мне кажется, что скульптуры Зураба Церетели тоже опередили свое время. Они, во-первых, опередили мысль Зураба Церетели. СМЕХ Да. А во-вторых, они... СМЕХ Причем надолго. Да, если... Зураб часто проезжает, мимо Петра говорит, какая интересная скульптура, надо и мне такую сделать. СМЕХ И ему говорят, Зураб Константинович, спасибо. СМЕХ Спасибо. Я знаю, о чем говорит Саша, если взглянуть на планету с Венеры, что я часто делаю по воскресеньям, СМЕХ И заметьте, как расставлены из скульптуры Зураба Церетели... Венеру Дождидян... СМЕХ Это не просто так скульптуры, это... Это базовые зарядки космических кораблей. Штекеры. Так и хочется насадить космический корабль на Петра. Ты это имеешь в виду? СМЕХ Миш, ты пьешь воду, кофе, чай... А где деньги за это, за что? Какие-нибудь вот вещи, которые, на твой взгляд, предвосхитили события, то есть вот... Во-первых, сам Миша. СМЕХ Миша, на самом деле, задуман был как... Шиномонтажник. СМЕХ Он и похож, я вам скажу. У нас на Новокузнецкой есть шиномонтаж. У вас у кого? СМЕХ Ты почему-то вдруг сузил так район на Новокузнецкой. Где у вас нет шиномонтажа, Гарри? СМЕХ Делеки, черные пятна на планете. Не, они белые, да. Сережа, да, действительно, есть люди, увидев которых, так и хочется поменять резину, но... СМЕХ Совершенно... СМЕХ Вот антиоксиданты, бесполезная сенсация, почитай пока, а мы... СМЕХ Хотели бы обсудить следующую новость. СМЕХ В столице закончился конкурс «Московский дворник». О, подошел к машине позавчера, думаю, где мои дворники? Они, оказывается, в конкурсе участвовали. СМЕХ Победителями стали 60 человек. СМЕХ Победителями стали 60 человек? Вице-дворник 70 человек. СМЕХ Второй вице-дворник 400 человек. Их разделят на две группы. Одна поедет на две недели на Канарские острова. СМЕХ А куда еще дворникам? СМЕХ Где будет жить в пятизвездочных отелях, работающих по принципу все включено. Другая в Чехию. СМЕХ По принципу все выключено. СМЕХ 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 Во-первых, я согласен с московским правительством. Еще бы ты был не согласен с московским правительством. СМЕХ 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 А 60 тысяч, наверное, дворников. И не на Канары, а в Душамбе обратно. СМЕХ Ребята, специфичный итальянец, так называется статья... Так называется, да. Специфичный итальянец, так... Так ты себя называешь. СМЕХ Когда знакомишься с женщиной с белыми волосами в кафе. Я очень специфичный итальянец с таким акцентом специфичным. У меня акцент такой... Мы видим с правого бока машины три колеса. Два спереди, одно сзади. Я думаю, присутствие третьего колеса справа компенсируется его отсутствием слева. И это просто обычная четырехколесная машина. Я бы назвал ее автомобиль Камбала. Друзья, просто предоставим слово Мише и... А я что? Да, просто поздравить... Миш! ...россиян и вообще весь мир. Кого ты хочешь... Поздравляем вас! Я хочу поздравить... Ну, я не знаю, я бы поздравил жителей Африки. Все-таки... Довольно логично в этом случае. Все-таки гены говорят... Все-таки в Америку ходят... В Франции, Америке тоже. В Франции, Америке и Африки? Да. То есть, как я понял, песня будет на французском, английском и суахили. Да, на армянском. Михаил Голустян сейчас исполнит песню. Давайте. Давайте поплодируем. Посмотрим. 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 Сейчас, давайте мы зайдем. Погромче сделаем. О, боже, что я делаю? О, боже, что я делаю? Погромче! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я с удовольствием готов прочитать вам новость Более того, мне это будет легко, ведь я буду читать собственные мысли Ты не мог бы сейчас чуть-чуть отодвинуться в сторону? Ведь за твоими кудрями я вижу не только солнце Араратских гор Не только гордых птиц, орлов, которые кружат над мандариновыми кущами Ну и Леонида Агутина, который пришел к нам в гости Поздравьте всех вашего года! Леня! Заходите к нам! Леонида Агутин, наш гостя! А что ты говоришь? Затупайте! Затупайте! Двери в двери! Леня, пожалуйста, солись! Леонида Агутин, как настроение? Как предновогоднее ощущение того, что сбудется в полночь чудо? Да, все... Гарик, ты что, маленький? Какое чудо? Какое чудо, Гарик? Ну, знаешь что? Я, например, вот ровесник компьютерной мышки, а ты, Гарик... А я смотрел вот до этого ваши шутки насчет мышки, ничего смешного я не нашел в этой шутке Кстати, да Мышке 40 лет, мне тоже вот так, например, с мышкой вместе И внешне ты похож Да, есть ли какие-то новости, которые... Взволновали тебя, мудоражили Давайте, ну, не будем устраивать здесь... Говорите, какие новости, прочитать, я прочитаю Вот, друзья, первый адекватный человек, Леня Валуев победил, Холлифилд, да, он победил, да Джерри Холлин Так же, полуха, тут еще совсем он, прямо его... Вот уже полжизни забрали, да Кстати, написано, что не так и просто он его победил, нанес несколько ударов, слава богу, попал, но, в общем... В общем, опять избил старика Избил старика, да Актер, я его видел в кино Я понимаю, Саша, твое волнение по этому поводу, но... Не тенденция ли это, ты это хотел сказать? Не, это просто, на самом деле, мне кажется, Валуев поздравил его с Новым Годом И с 12-м ударом... Голова в поле где-то превратилась в тыкву Обратно Леонид, а есть новость, которая так и просится из принтера, вот она В Росгидромете завершен монтаж суперкомпьютера, слава богу, всех поздравляю, что такое Росгидромет? Удивительно, что ты это так же объявил Росгидромет? Росгидромет это металлургическое российское предприятие, которое отвечает за гидр и кишечно-полосных На самом деле, Росгидромет это та самая организация, которая позволяет нам при помощи вот этого самого суперкомпьютера А мы видим, что этот компьютер занимает много, это площадь в 3 сантиметра на 9 Площадь в Тюменской области, да Огромный суперкомпьютер, который будет, вот смотрите, который, как ожидается, и вот эта фраза самая страшная в прогнозе погоды, да, как ожидается Она снимает уголовную ответственность, который, как ожидается, позволит составлять точные прогнозы погоды Для всей территории России, возможно, забыли дописать слово И как сейчас, как возможно будет дождь По поводу прогноза погоды России, иногда используется очень хитрое слово со стороны гидрометцентра Местами дождь А какими местами? Где эти места? Я был, вчера в Москве не было дождя, а вы не в том месте стояли И вновь бы впереди всей планеты Суперкомпьютер позволит там не только предсказывать погоду раньше всех на территории России Но и раньше всех разложить пассианс-косынку Конечно Благодаря этому компьютеру можно будет зайти на Яндекс и узнать погоду Как гидрометцентр и делает Подожди, ты, пожалуйста Ты хочешь сказать, что... Давайте сделаем серьезные, романтичные, предновогодние лица Леонид, поздравьте страну Какую иллюзию ты испытываешь по поводу собственного лица? В мире каких иллюзий ты живешь? Романтичное лицо А я думаю, почему-то женщины выбегают с хохотом из кафе Гарри Леонид, поздравление от тебя с Новым Годом Тихо На самом деле можно было бы продолжать смеяться, как-то шутить, разговаривать И я бы в этом шуме, в шелесте ваших замечательных голосов Ваша потрясающая ироника, она на самом деле очень добрая Я смотрю постоянно телевизор, смотрю эту программу И думаю, когда же, наконец-то, меня туда позовут И вот, наконец-то, меня позовут Это я уже поздравляю постепенно Это я зашел так вот С немножко издали Вы как всегда с черного хода зашли Издали, да Сзади незаметно подкрался Вот, и теперь могу уже сказать самое главное Друзья, Новый Год наступает Слава Богу, каждый год это происходит с нами И вот опять это с нами происходит Прекрасно Это постоянство мне очень нравится Вот, вам будут рассказывать Давайте не прерывать ход этих событий Ход событий прерывать не надо Я за то, чтобы мы наблюдали как можно дольше, ежегодно Вот эту вот такую банальность Вот Новый Год нам будут опять рассказывать Будут кокетничать, я верю в Деда Мороза Никто в него не верит Подарочки Ты веришь мне, целью Деда Мороза? А как мне верить в себя? Зачем? Ты, я просил тебя не говорить Дед Мороз, это я Я так и знал, что Деда Мороз зовут Леонид Я к нему так и обращался Дорогой Леонид Ильич Подари мне звезду У тебя много Лень, давай Что, продолжать? Можно я сказать, это впервые, когда я осмелюсь продолжить за Леонида Сегодня уже звучало много песен Но эта песня стоит особняком даже в Бразилии Гарри, когда ты с золотыми часами делаешь вот так эту руку Я снова представляю кафе, извини Я не могу Я очарован тобой, Гарри Долгие годы работаю Я твоя Сейчас впервые прозвучит песня, которую мы поем как можем А Леонид Агутин вместе с талантливыми людьми, которых он сейчас представит, играют так, как надо Леонид, вам слово Группа Эсперанто, ребята, работает со мной Всегда сегодня нам будут помогать Я бы хотел, друзья, сказать вам просто так, напоследок В этом году мы с вами еще увидимся, но не в этой программе Мы желаем вам всем счастливого Нового года И в конце января веселыми Воробьями Веселыми Веселыми кто воробьями, кто снегирями А кто и дроздами Ворвемся в ваши уставшие от новогодних праздников телевизоры Песня Леонид Агутин, группа Эсперанто Гарри, уйди с провода, пожалуйста Спасибо Тралафикаду Раз-раз, ребята, работаем, спасибо Леонид Агутин, группа Эсперанто Боя-потин, турälба Эсперанто Дорогие друзья, в этот день еще осталось буквально 3-4 дня и наступит Новый год. Мы поздравляем вас с этим праздником. Пусть у нас в Новом году получится все. Пусть этот год будет жарким на события, как эта песня. Пусть у нас будет много денег. Пусть рождаться будут дети. Мы будем счастливы, ведь мы великая страна. С праздником! Лайя, лая, 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 лая... Лайя, лая, лая, лая... Лайя, лая, 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 лаая... Продолжение следует...